Часть пятая Часть пятая Если ныне мировой кризис обнаружил некоторую опустошенность и некое бесплодие мировой культуры, то эта опустошенность сводится к утрате духовной очевидности. Если народы ныне жаждут чего-то и нуждаются в духовном обновлении, то они нуждаются именно в очевидности. И ныне обаяние России и русской культуры во всем мире объясняется именно тем, что люди и народы смутно, как сквозь сонную завесу, чуют, что русский дух богат, щедр и живет именно тем началом духовной очевидности, сердечного видения, зрячей любви, которое им не достает и которое составляет как бы самый воздух или самую ткань, или самую животворящую энергию России, русского духа и русской культуры. Эту-то силу мы и должны ныне осознать, возродить, очистить и из нее вырастить новую Россию. Очевидность не сводится ни к мнению, ни к познанию, ни к вероятности, ни к приятию чего-то за истину. Но очевидность состоит не в том, что человек выбирает то, что ему приходится по вкусу, и начинает с этим понравившимся носиться как сокровищем. В очевидности не человек охватывает истину умом, а истина охватывает человеческое сердце и воображение, и ум. В очевидности отпадает всякое сомнение и шатание, исчезают все оговорки, резервации, всякую словность, все релятивистические уловки. Человек переживает в сердце, в глубочайшем чувствилище своем, некое окончательное озарение, некое несомнительное подлинное посещение Божьим лучом, как если бы молния ударила в его поддонное существо, как в некий дуб, который воспламеняется от этого удара и вот пылает ярким огнем, или как если бы молния ударила в кратер вулкана, и вулкан ответил бы на это извержением. Очевидность есть обрыв, конец, и в то же время начало нового бытия. Раз испытанное и пережитое, она делает человека сокровенно накаленным и светящимся изнутри. Она делает человека наполненным и в глубине его существа одержимым. Но одержимость это не есть одержимость безумием или неизжитой личной страстью, или дьявольским началом. Это есть накаленность и одержимость благодатным Божиим лучом, лучом божественной предметности. Эта одержимость, возникшая от очевидности, как бы возвращает мир Божий луч, озаривший, осчастлививший духовное око сердца. Она возвращает этот луч творчески, то в накаленном духовно верном поступке, то в чудесной ясновидческой картине художника, то в сверкающей и светящейся сонате, то в огненной молитве, исполненной живого боговидения и произносимой в смиренно дерзающей простоте, то в изъясняющей Божий мир научной теории, то в государственных преобразованиях великого реформатора, то просто в сиянии тихой, скромной жизни, полной жертвенного смысла и смирения, то в героической смерти человека. Чьи очи не видят этого луча очевидности и духовной одержимости в живых образах наших святых, наших героев, наших гениев, наших великих государей. Ведь от этого света подчас невольно зажмуриваются глаза, чтобы не ослепнуть. И сколь счастливы люди, получившие этот луч в раннем детстве, когда вся душа пропитана наивным доверием, прозрачно до дна и восприимчиво с самого дна. И не в этом ли сокровенный смысл Христовых слов «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14. И еще «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 2. Люди, одержимые очевидностью духа и сердца, носят в себе первооснову духовного характера и обыкновенно узнают друг друга издалека, легко и быстро. Вся судьба их, вся кривая их жизни слагается по-особому. Ибо очевидность одухотворяет, опаляет и очищает человеческое бессознательное, инстинкт и его первобытное чувствилище, страсть и темперамент человека. Она дает человеческой душе якорь, опору и характер. Она дает всем нравственным удержам силу и питание. Она открывает человеку возможность стать духовно сильным, здоровым и цельным. Человек не раздвоен. У него не так обстоит дело, что ему нравится то, чего он не ценит, а ценит он то, к чему его не тянет, а так, что ему нравится совершенное, а к несовершенному его и не влечет. Для него не милое хорошо, а хорошее мило и в вещах, и в людях, и в деяниях. И отсюда его цельность в душе и его искренность в духе. То, что он любит, зато он и борется. И он прав в этом, и сам знает об этом. Ибо за то, что взято и принято очевидностью сердца, за это люди всегда боролись на жизнь и на смерть. Очевидность есть источник убеждения, убежденности. Она есть источник духовной принципиальности и духовного характера. Именно к очевидности в ее полном и глубоком значении может быть сведена творческая идея нашего будущего. И вот далее есть такой закон духа, согласно которому человек вживает силы своей души в то содержание, которое дается ему в акт очевидности. Я имею в виду тот закон, который выражен в евангельских словах. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Евангелие от Луки, глава 12, стих 34. Человек, найдя свое духовное сокровище, вживается в него в течение всей своей жизни, иногда сам того не сознавая. Это сокровище становится его главным предметом, его иррациональной идеей, метафизическим лейтмотивом его жизни. Такой человек приобщается моноидеизму, то есть он одержим той единой идеей, которую принес его сердцу Божий луч. И вследствие этого он сам уподобляется этой идее. Так отшельник, проводящий свою жизнь в богомыслии, трудится, по слову Макария Великого, в богоделании. Он работает над богоуподоблением своей души. Так душа творящего художника становится гармоничную, мерно сданную, поющую, утонченно созерцательную. Так душа патриота всю жизнь укореняется в духе и силе, и славе его Родины. Так занимающийся черной магией и медитирующий о сатане отождествляется с ним и сам становится по настроениям, а может быть и по лицу, и по голосу, дьяволообразным. Это постоянное, интенсивное сосредоточение души на чем-то едином и определенном, злом или добрым, освобождающем или соблазнительном, благородном или низменном, отождествляет человека с предметом его медитации. «Скажи мне, о чем горит твое сердце, а я скажу тебе, чему ты уподобляешься и чем ты станешь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова